вот значит я вот у вас какой здесь класс 7 8 я такой учебный который взял с работы чтобы с вами встретиться я работаю в институте молекулярной диалоги потому что я пишу книги для детей вот и вот одну птичку подарю такую книжку про клетку называется живой дом ну я думаю никто не читал такую книжку картинка никто не видел такую книжку нет ну понятно ну вот у меня еще книжка смеяться и свистеть у меня я ее не притащил она закончилась но зато там есть пару рассказов которыми вас мучают в егэ вот вы так сказать если до егэ досидите в школе если егэ не закончится то там сочинение пишут по моим рассказам вот это вторая книжка про мозг вот ну как я увлекся наукой сейчас вам расскажу два слова значит вот какой-то был у нас 9 что ли класс и урок биологии у вас какая тут язык специально специализация да или какая вообще немножко больше языка да вот значит увлекся увлекался физикой и математикой но был урок биологии и вот вдруг на уроке биологии я увидел такую картинку удивительную была нарисована молекула днк и я в нее сразу влюбился она такая красивая вы знаете вот сейчас у меня даже где-то можем на картинке показать у меня такая презентация небольшая есть про про молекулу днк вот а сейчас я вам флешку вот рюкзак вот мой да она такая красивая что я решил выучить урок вот рюкзачок вот это она я бы решил выучить урок чтобы ответить учительница и потом уже это сказать отдыхать вот но в этот момент зашел к нам физрук который физ воспитанием занимался и сказал два человека копать траншею вот но я вообще всегда предпочитаю всем урокам свежий воздух и поэтому я поднял руку и пошел копать траншею и так я этот урок и не ответил но зато мне повезло потому что я потом познакомился с первооткрывателем молекулу днк человеком который придумал вот эту самую модель вот значит такой джеймс уотсон он свое время своим другом фрэнсисом криком придумал как выглядит эта молекула это было такое соревнование если вам интересно что-нибудь узнать про науку я вам рекомендую прочитать книжку которая называется двойная спираль это лучше любого детектива вот вы реально узнаете на эта книжка есть и на английском языке и на русском языке в интернете вы легко найдете дабл хеликс значит вот он написал джеймс уотсон вот но потом он поссорился с криком потому что фрэнсис крик решил что он слишком откровенно обо всем рассказал как они там значит чужие данные стащили и т.д т.п вот значит смотрим смотрим картинки вот значит должна быть должна быть презентация нет это все по презентации нет нет не так ладно а живой дом до презентация по типу посмотрите по типу ну вот значит нет вы по типу сделаете это самое нет не по имени а по типу да 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 вот и на презентациях на дипе живой дом вот картинки его покажу вот 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 живая клетка да вот это все так вам немножко картина покажу вот ну и значит я всю жизнь теперь отвечаю этот урок который не ответил потому что я занимаюсь молекулы днк вот но вы знаете что такое молекула днк да слышали про неё это такая самая главная молекула которая есть у каждого из нас и на ней записаны все наши гены и они вообще говоря очень похожи у всех людей вот только одни гены так сказать молчат а другие кричат они мало того что у людей похожи они даже во всех клетках одинаковые но смотрите у вас же есть зубы да волосы глаза это же совершенно разные клетки их делаем почему они отличаются потому что одни гены как раз молчат но это вот даже я написал вот эти вот эту флешку с Егором Егоровым который читает курс лекций для физтеха знаете такие физики есть физтеха вот можете посмотреть у меня написано осторожно физик потому что это с физфака МГУ а наши главные конкуренты у вас же здесь такой ракетный город да здесь наверное тоже физики инженеры это физтехи они считаются такими очень крутыми физиками вот и мы значит вместе им преподаем рассказываем о том как устроены молекулы и как устроены живая клетка вот ну значит дальше полистаем немножко эту презентацию да полистаем это значит картинки покажу это как клетки лука устроены дальше вот значит это следующее прямо листайте да это лена зеленая каждый может посмотреть посмотреть микроскоп как она сделана дальше а и вот это вот такие картинки рисует мой друг художник под колзин это такие нано роботы как клетка устроена видите как взгляд художника дальше а это вот между прочим тихоходка водяной медведь кто-нибудь видел тихоходку видели они вам ху можно их оттуда вытащить знаете да давай да они в космосе могут вызвать вычет тихоходки то есть это удивительные существа вот дальше а это вот знаете что самое главное в клетке это библиотека где хранятся все гены вот там есть переписчики такие все это днк намотаны на катушки такие нуклеосома называется дальше вот а это двойная спираль книжка про которую я вам рассказывал вот эту книжку можете легко найти в интернете и прочитать как делаются научные открытия дальше вот тут картинки вот она днк наконец-то она существует в разных формах а бет и z формы самые знаменитые видите как она скрученная это как такие косички у девочек такая днк да дальше вот это вот хребет который в ней есть как она с водой взаимодействует это уже научные картинки дальше вот а это вот чем мы занимаемся мы связываем всякие леганда лекарства которые против рака взаимодействие за они взаимодействуют с днк и могут закрывать какие-то гены вот вот ссылки на настоящие научные работы вот такие лекарства дистомицин нитропсин хекс дальше актиномицин это вот элементы регуляции транскрипции ну что такое транскрипция вы же знаете с английского языка это считывание и вот все у нас все гены считываются и зависимости от того какие гены считываются и как сильно они потом так сказать читаются в зависимости от этого получаются разные белки и у нас мы отличаемся клетки от клеток отличаются вот в зависимости от этого дальше это вот настоящая такая картинка как репрессор видите он как такой силач вот он в руках держит это белок репрессор который репрессирует то есть закрывает днк вот он держит две молекулы днк видите вверху там два две таких спиральки вот такой силач репрессор дальше это из научной статьи картинка вот дальше что у нас но это вот уже наша наука чем мы занимаемся изучаем ее всякие свойства физически гибкость там стабильность состав вот дальше это вот как можно по генам посмотреть профиль как отличаются разные участки и значит те гены которые молчат и те которые кричат вот как они отличаются по всяким физическим характеристикам дальше но вот шум экспрессии генов это наша научная работа потому что все гены потихоньку шумят некоторые все время работают а некоторые так чуть 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 ползут ползут все-таки считывается что-то с них дальше но это вот наша модель математическая вот дальше вот мы построили и описали и вот как днк в клетке намотана на вот такие значит бухты такие вот фибрилу они так сказать в фибрилы превращаются дальше а вот между прочим молекула гемоглобина который переносит кислород вот она похожа на мегалит такой домик из камней видите вот там вот эта молекула гемоглобина слева это мегалит и там он держит активный центр где связывается кислород он переносит кислород и это очень важно вот чтобы кислород приходил ко всем нашим клеточкам дальше но это как мышца устроена как она движется вот передвигаются вот эти активными озены там они как-то знаете как-то такие байдарка как будто грибцы гребут в байдарке дальше это вот как мышца сокращается расслабленная сокращенная дальше ну вот это все вот я вам рассказал сокращенно свою лекцию которая обычно длится полчаса я в пять минут ее уложил вот ну я хочу сказать что я много чем занимаюсь у меня много книжек вот например есть так как у вас такой значит есть на язык упор я вам подарю еще книжечку которая называется сокровищница рассказы о хранителях языка тут у меня рассказ про ломоносова про бунина продали про афанасьева вот оставлю вашей школе чтобы я недаром приезжал и вот книжечку про клетку но теперь давайте вопросы какие-нибудь вопросы у вас есть что-нибудь понятно вам или непонятно кроме тихоходки вот мальчик рассказал про тихоходку молодец есть какие-нибудь вопросы ребята вы уже заснули я понял что замучил наукой да ну хорошо значит тогда все мы это сказать со страшной скоростью все рассказали или вы про мозг хотите узнать вот у меня другая клетка другая книжка про мозг вот это вот я вам рассказал немножко про про клеточку вот значит тут вот настоящие фотографии видите вот это вот клетки как устроены вот а есть еще такая книжка про ключи от головы это как на наша голова устроена как устроен мозг человеческий это курс лекции по нейробиологии который читает вера толченника в мгу вот и я ее попросил мы с ней дружим я ее попросил написать попроще и потом мы это вместе превратили в книжечку для детей вот ну и последнее что я хочу рассказать что вот интересно был такой великий ученый отец павел флоренский он был и священник и ученый он написал книгу стол подтверждение истины и вот в первых строчках он говорит что слово истина в разных языках имеет разное значение разный смысл то есть ученые которые занимаются одной и той же наукой но в разных странах они будут по-разному понимать истину то есть например для грека истина если вы переведете это слово с греческого на русский то это будет означать нечто незыблемое как камень в течение реки понимаете это то что стоит на месте истина для римлянина это нечто высшее как бог или закон с итальянского языка если вы будете переводить а на русском языке слово истина однородственно слову есть и на суд есть существовать это что-то живое поэтому каждый ученый каждой стране будет под истиной понимать что-то другое немножко искать истины вот у меня есть книжечка другие может быть немножко отличающиеся поэтому есть такой национальный колорит такой взгляд на науку вот у меня есть книжка про ломоносова а между прочим ломоносов был одновременно и первый ученый и первый поэт и он открыл атмосферное электричество он объяснил вот эфир вот эти как происходит северное сияние у него очень много открытий но раньше было два электричества тогда одно атмосферное другое кабинетное такое когда натирают палочкой стеклянную палочку там значит натирают материи а вот он это все соединил но оказалось что до него это сделал вернее одновременно с ним или даже может быть позже сделал бенджамин франклин который тоже которому пришла в голову эта мысль вот он потом стал еще президентом соединенных штатов америки видите какие ученые бывают интересные поэты и и политики так вот ломоносов чтобы доказать свой приоритет он привел в качестве значит так сказать аргумента свои стихи потому что он стихах описал электричество как устроено электричество понимаете как интересно что на русский ученый он может значит в таких образах открывать какие-то вещи потому что мышление человека она творческая вот просто так компьютер в реале что-нибудь откроет он может только посчитать а вот для того чтобы что-то открыть надо быть творческим человеком ну и напоследок я вам скажу что был такой философ мыслитель выдуманный такой казьма прудков который говорил что односторонний специалист флюсу подобен знаете что такое флюс не знаете ну не дай бог если зуб заболеет у вас то вот вот вырастет вот такой флюс с одной стороны такая это значит то есть человек который занимается чем-то одним только он так сказать в подобен больному ну а я развиваю эту идею казьмы прудкова и говорю что специалист очень узкий похож на гвоздь понимаете он может быть очень острый с одной стороны и тупой с другой то есть он сам заострил свое сознание чтобы пробивать такую точечку дырочку стене непознанного да очень острой а кто им пользуется и кто стучит по той стороне он не знает то есть вот я вам всем желаю если вы будете учеными заниматься самыми разными вещами от поэзии как ломоносов так сказать и увлекаться театром кино и всеми книжками читать и тогда вот вы не будете односторонними специалистами вот последнее мое пожелание какие-нибудь у вас пожелания вопросы ко мне есть ребята все ну тогда спасибо большое за внимание я так сказать вас отпускаю давайте можем сфотографироваться если интересно так сказать буду рад вот книжечки екатерина алексеевна дарю вам две книжечки вот книжку про про мозг и книжку про клетку и потом кому будет интересно мы можем произвести с вами какую-нибудь онлайн сессию я довольно много выступаю завтра я еду на фестиваль в ижевск вот пожалуйста подпишу вот да можем сфотографироваться да да хорошо завтра на фестиваль в ижевске вообще буду рад вот кто кто смелый фотографируется девчонки давайте у меня кстати дочка сегодня пошла в третий класс вот давайте ребятки подходить сюда на сцену сделаем с вами общее фото вместе вместе с юрий дмитриевич сегодня день такой день знаний объявлен уроки уроки науки и технологии вот поэтому все что наши сегодняшние уроки были всех тему юрий дмитриевич завершил тематику сокровищница нашу нашу библиотеку будем хламе хорошо я еще в большей фестиваль я хочу я хочу я хочу первый раз я хочу я хочу я хочу я хочу давайте серединку ребята можно так так вот вот можем книжки дать книжкам удержать кто хочет книжкам удержать сортинку давайте книжки девчонки и вон третью можете взять вон там вон там вон там вон там может быть кто-то прочитает вы меня потом легко найдете там вконтакте в фейсбуке можете все сказать что вы обо мне думаете обоих книжках буду раз два вот я закончил московский университет кафедру для физики вот сейчас домой подает так что если интересно расскажем вам про физику в следующий раз вот это да вот это вот 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 вот